Сегодня мы с вами посмотрим за мидером команды Team Spirit. Кто не знает, это проигрок Ларри, который играет на Storm Spirit и будет стоять против Ember Spirit. Что интересного, так это то, что против него будет играть его тиммейт, это Ятора. Я думаю, что вы все его также прекрасно знаете. У которого на данный момент 9 ранг. Но еще есть проигрок Дукалис 192 и Тимада, он имеет 59. Сам Ларри не отображается как проигрок, потому что он играет сейчас со своего смурфа аккаунта. Но даже на смурфе у него входит в топ 100 и имеет 40 ранг. В общем, начальный закуп у нас это было 3 Айрон Бринча. Один он просто уже съел, пачка Танго и Ферри Файер. Видим, что разменялись с Эмбером по ХП. Практически у них одинаковое количество. Люблю, когда спириты стоят друг против друга. За этим всегда вдвойне интересно наблюдать. Ну и давайте посмотрим, что у нас на соседних линиях, чтобы понимать плюс-минус, что будет происходить в игре. Это у нас Кэрри Фурион вместе с, здесь у нас Манки Кинг, да, против Таска и Дарксира. А в харде стоит Рубик вместе с Бристом, вернее не Бристом, а Баратрум против Снайпера и Инчатрос. Ну, на Снайпере, как я уже и сказал, играет Ятора. Привозит себе фастовый боттл уже на... Ко второй минуте есть, соответственно, сразу сможет подобрать себе руну. Эмбер вязает щит. Сейчас Шторм Спирит имеет не самый высокий винрейт в игре. Давайте, возможно, будет Ферст Блад. Еще 2 тычки надо сделать, при условии, что у Эмбера нечем хилиться, но у него тоже есть боттл, и им он отхиливается. И, кстати, Ферст Блад сделать не получится, как минимум, у Ларри, потому что его проливает Ятора. Забирает Спирит Брейкера. Статистика Ютуба говорит о том, что половина из вас прямо сейчас смотрит этот ролик на телефоне. Поэтому давайте я расскажу, как с помощью вашего гаджета вы можете фармить скины. По ссылочке внизу вы найдете бесплатную мини-игру по доте. Просто найдите гудю среди крипов и получайте скины, кейсы и другие ценные призы за конфетки. Копите эти конфеты весь ивент для открытия халявных мега-сундуков. Посмотрите на наполнение третьего мега-сундука. Это просто нечто. Играть в режим можно бесплатно раз в час. Если тебе этого мало, тогда выполняй квесты в бесплатном боевом пропуске, за прохождение которого дают ДК-хук за 10 тысяч рублей. А на каждом 15 квесте выдают случайную аркану. Все это работает и на ПК, и на твоем телефоне. Ссылочка будет внизу. Так же как и промокод на бонус к пополнению. Не закончил я про то, что Шторм имеет сейчас не самый лучший винрейт. Это 46%. Но тем не менее, все равно его иногда пикают. И если в целом это сигнатурный герой, то на нем можно в любом случае повышать рейтинг. Даже несмотря на столь низкий средний винрейт. Ну а так у Шторма вообще наивысший винрейт против таких героев, как Визаж против Дарксира и как раз таки Снайпера. А наоборот, наименьше винрейт показывает нам статистика против Омника, против Мипа и Лон Друида. Так, у нас по гриппам 15 на 4, Эмбер идет 14 на 4. В общем, пока что максимально зеркальные линии. Тоже это хорошо. Ну, в целом, они себя одинаково комфортно, наверное, чувствуют. Хотя вот сейчас, опять же, Эмбер просел. Его Шторм стягивает, но все равно пробить не получается. Щит Флейм Гуард, соответственно, очень хорошо режет урон от того же Ревнанта. Так, забрал Знаменосца. Настеливает. Использовал Глиф. Здесь как раз Рубик вышел. И благодаря этому проливается... Хотел сказать, Ферст Блат, он уже давно пролит. Просто забирают они его Эмбера. И обратите внимание именно на Глиф. Потому что заряжал в данном ситуации именно вот этот мув с Глифом. То есть, крипа вышка не смогла пробить. Соответственно, она не переагривалась на Шторма. В это время он накидывал тычки. Ну и плюс вышел Рубик. Тоже внес дополнительный ДПС. Ну и сделали вот такой вот интересный фраг. Тут, конечно, Рубик молодец. Кстати, у него на аватарке как раз таки логотип Team Spirit. Ну, это не их тиммейт. Это просто, видимо, болельщик. Ну, вероятнее всего. Ну, это как раз играет в команде. В игре, в матче, в котором есть два игрока из Team Spirit. Ему прям повезло. Я считаю. Так, у нас погибает Манки Кинг. Ну, это пятерка, не забываем. Поэтому ничего критичного в этом нет. Так, выходит на Шторма. Замедляет Энчандрес. Но здесь рядом Рубик. Который тоже помогает. Видим, что Штор живет. Есть 6 тиков. Очень мало ХП остается. Буквально один удар. Хорошо. Смог отхилится. И в итоге он на 40 ХП убегает на базу. Хотел еще развернуться. Но без этого Рубик добивает. Благодаря вышке. Ну и не получилось сделать здесь фраг у Дайра. Посмотрите, какая здесь забавная. У нас забавный баг у Манки Кинга. У него пропал вообще сет. Вообще и оружие. Просто бегает такая вот здесь обезьяна. Ладно. Тем временем у нас Ларри вернулся на базу. Быстренько отхиливается. И уже летит снова в мид. Кстати, low ХП Эмбер. Не хочет он убегать. И это возможно байт. Либо возможность забрать этого Эмбера. Рубик сейчас планирует зайти. Обойти его. И может быть смогут повторить. Тем временем снизу снова забирают Манки Кинга. По крипам. 28 на 5. Эмбер 29 на 8. Все еще у них одинаковый крипстат. Так, стягивает. Есть урон от Рубика. Зафокусил. И добивает. Таск летел на помощь. Но когда он уже влетел. Было слишком поздно. Эмбер находился уже в этот момент на фонтане. Замечательно. Он здесь не доиграл. Эмбер он видел рядом Рубика. Ну и нужно было. Принять в расчет. То, что. Его могут таким образом обойти. Шторм подобрал инвиз. Пошел наверх. Но завязали дайерскан. Сразу спалили. И ядор убежал под вышку. Соответственно. Просто прочитал его. Ну и там был какой-то вижен. Была инфа о инвизе. Поэтому ганг не удался. Счет у нас 5-5. Игра идет равна. Ларри вернулся обратно в мид. И просто фармит линию. Дофармливает ПТшку. Ему там немного осталось. Совсем. Эмбер вернулся также. Рубик поставил Сентриак. Но вардов вражеских не обнаружили. Будет ли лететь вниз. Да. Делает телепорт. Стягивает Дарксира. Прячет его в Сноуболл. Таск. Хорошие спруты. Сразу по двоим. Дарксир пытается убежать. Но мало хп остается. Таска забрали. Дарксир уже. Ларри идет следом за ним. Делает фраг Шторм. Кстати у него стрик из 4 фрагов. И Ларри ее прерывает. Тем самым получает. Немало золота. Так. Эмбер. Улетел. Но возможно его смогут догнать. Шторм подбирает волшебство. Хорошая руна. Как раз таки под текущую ситуацию. Летает практически на всю ману в Эмбера. Алхов остается. Добивает его Манки Кинг. Здесь еще есть потенциальные фраги. Но и для Рейден. Становится драться уже довольно опасно. Дарксир. Много героев здесь присутствует. Так стянул Энчантрас. Потеряли МК. Можно стоит улететь просто. Что и делает Шторм. И разворачиваться уже не будет. У него есть Кларити. Но она не успеет отхилить ему нужное количество маны. Чтобы участвовать в этом файте. Поэтому он просто убегает. Так что по итогам. По итогам 2 в 1. И для Дайра это более выгодно. Хотя по позициям. Потеряли Бару и 5 МК. Забрали МИДера. Ломают МИД. Шторм остановился. Готов. Драться. А вот уже возможно поздно. МК очень быстро отъехал. Ладно. Забрали Таска. Летает Венчантрас. У него мало ХП остается. Добивают ее. Но на самом деле. Стоило. Просто отойти. Потому что в это время я Тора настреливал. И видим что. Шторм. Отъезжает. Торсиры добьют. Одну тычку. Успел. Казалось как будто он сейчас улетит. Но Рубик тоже погибает. Очень много фраков происходит. 4 в 3 в размен. Опять же для Дайр. Этот файт выгоднее. Притом. Существенно. Разница по голоде большая. У них уже 2000 преимущества. По раскачке у нас. Что у Штормана в 8 уровне. Ремнант в качанке 4. Вортекс 1 раз. И пассивка в 2 раза. Давайте на ценность посмотрим. 5800 имеет Я Тора. Топ 1. 5700 Тимада. Топ 2. Эмбер имеет 4400. А Шторм 3700. Но на самом деле. Ларри сильно отстает. Может быть сейчас будет возможность сделать фраг. Стянул Таска. Бара пролетел мимо. Таска забрали. Ну и на этом заканчивается драка. 12-12. Счет хорошо. По золоту тоже одинаковый размен. Очень зеркальная игра. На самом деле. Так. Видим что хотят. Забрать Я Тора. У него. А у него счет 4-0. Но ничего удивительного. Я Тора. Редко умирает. Всегда. Так летает Шторм. На ремнантах летел Рубик. Добьют ли? Да. Хорошо. Вот и. Конец Трика. Неплохой ганг под смоками. Полностью себя окупил. Делает. Вичблейд. Фастбайя находится. Дарксир вместе с Таском в смоках. Возможно. На того же Рубика. Либо Шторма могут выйти. Шторм конечно цель. Крайне. Сложная будет. Потому что у него сейчас есть мана. И просто улетит. Подпушил лайн. Подфармил. Здесь крипов. Ждет. Пока кто-нибудь еще прилетит. Но конечно. Снайпер вряд ли вернется. Туда же. Не хватает вижна. Видимо что. Абсолютно не видно карту. У Радиант. Видимо поснимали весь вижн. Так. Эмбер. Шторма пол хп. Таск. Вылетает на сноуболе. Нужно улетать дальше. Значит сможет его зацепить. Еще и на развороте. Очень нагло. Вортексом его подцепил. Тут три героя вражеские. Рубик. Шторм летает на базу. Какая же хорошая палка. По. Троим героям. Но нет урона. Чтобы. Все это добивать. Барр летит за Дарксиром. Преон. Хорошо закрыл спрутах. Дарксира забрали. Уже неплохо. Было бы побольше. Маны и хп. У Шторма. То это скорее всего. Было бы трипл хил. Он бы уже никого не отпустил. Но так пришлось. Спасаться. Главное что сам не нафидил. 5-1 счет у него. Замечательно. 700 галды заработали. И по золоту. Вышли в ноль. Практически. На 3% в даре больше. Вичблэйд у него собран. Далее делает Каю себе. Тоже находится в фастбайе. Снимали здесь интриги. Так. Эмбер с нечандрес. Забрали Эмбера очень быстро. Продамажили. Сам правда сейчас может отъехать. Хорошая там палка от макаки. На самом деле она просто спасла жизнь Шторму. За это время он сумел отойти. Смоук распылили. Барра берет Разбон. Шторм летает с ульты. Сразу пол хп нету у Дарксира. И добили. Сверху кстати еще и приятная руна невидимости. Хотя сейчас она не особо актуальна. Надо бы маны побольше залить. Да. Поэтому он сразу ее раскрывает. И... Для того, чтобы просто боттл можно было использовать. Это куда важнее сейчас. Так. Ба. Немного здесь Шторм не доиграл. Зачем-то он боттл... А, ну понятно зачем. Для того, чтобы собрать шмотку. Но в итоге подобрал баунти и не зарядил боттл. Который так был нужен. Ну, бывает. Задумывался. И не прочитал такой момент. Взял талант на 10-ом. Берет плюс полторы маны в секунду. Легает с нейтралкой аркейн ринг. Ну и в целом с маной проблем критических нет. В двойке я Тора забрал баром. ДД я сверху. Но забирает ее Эйбер. И кажется, что это заход на Рошана. Да. Это 100% он. Шторм имеет возможность своровать Айгис. Так, мы увидели, что примерно половина ХП у Роши. Нижняя башня сеть. Айгис. Ну и Рошана сейчас добьет. Странно, почему-то Ларри не заденавил крипа, на которого летел Эйбер. Либо он хотел как раз таки, чтобы к нему прилетел потенциальный фраг. Да. Смотрите, как получилось. Сначала я подумал, что он его испугался, но тактически отошел. Здесь Фурион на помощь прибежал. И отличный фраг. Ну, в это время пал Арашан. Я Тора теперь имеет две жизни, потому что подобрал Айгис. Берет вам Брейс себе. Сразу ставит на интеллект, понятное дело. Но в случае когда нужно больше ХП, тогда вам Брейс и ПТ-шка переключаются на силу. Все мы про это помним. На фуллману полетел, забрал себе руну. Здесь невидимость оказалась. И улетает на базу. Появилась у него Кайя. И следующий артефакт закидывает фастбай. Это БКБ. Я Тора фармит. Хотя они сейчас под смоками. Вот видим Я Тора снизу. Остальная команда Дайровская в смоках. Рейдиант об этом не знает. Информация только нам в просмотре доступна. Ну, видимо, не выпустили просто из контроля. Не смог он ничего сделать. Только прожать невидимость. Но этого оказалось недостаточно. Ну, и пока был в контроле, полностью ему все хп снесли. неплохо. Сколько залари дали? 415 плюс еще 250 золота. И что самое неприятное, так это то, что эти деньги получает снайпер, которому очень нежелательно иметь много денег, потому что становится крайне опасной целью. Ломают снизу Т2. У нас счет тоже равный. Золото в нуле. И непонятно, каким образом эта игра перевернется. Шторм воскрес. Наверное, взяли себе контроль над лесом сил светом. Захватили аванпост. верхнюю башню сил тьмы атакуют. По ценности 15 фурион обгоняет кстати немного. Ну, фурион фармит куда быстрее. В этом нет ничего удивительного. Я тварь 13 500. Шторм 9000, Эмбер 8600. Они тоже одинаково идут. Несмотря кстати на ужасный счет у Эмбера. У него 1.5. Шторма 7.2. Бара. Как же он хорошо пролетел. Здесь сразу раскрыл все смоки отдай. Главное теперь, чтобы Рейдент отделались единственной потерей. Но нет, еще и Рубика не потеряли уже. Не все так хорошо. Хорошо. Центральную башню сил света атакуют. сэйвы 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 Снайпер с Аегисом Особо не боится Но могли бы и его попробовать Возможно получилось бы два раза Его забрать Кто знает Так 2600 Почему-то шторм БКБшку то убрал И вместо БКБ Аганим скипетр себе добавил Может быть и без БКБ будет Играть пока что Так на 15 взял Здоровьем 250 Правый талант Здесь Крипы энчантрос Тоже пропускать не стоит Из-за них Линия сильно пушится Ну и за них тоже дают деньги Как никак Ну что Скоро будет уже скипетр Есть у него 3600 Он улучшает вортекс Способность становится Ненаправленной И применяется На всех врагов Вокруг героя Такая массовая способность Вместо одной направленной цели Я зашел в двойку Вражескую Тем временем я торам забрал Монки Кинга И дайра в смоках Снова делают выход Прошлый у них не очень удачно Закончился Просто Ну вернее нет Можно сказать удачно Они забрали двух саппортов Но их раскрыли Раскрыли в пробегающий баратру Так Привет Таск Был вижен Неужели опять Не выпить Это стана Да Вторая смерть подряд Крайне неприятно Ну В таких моментах БКБ Конечно Мастхев Но Купил он себе Аганим Да у него в курьере Видимо все вещи находятся Потому что Да Вот и они Появляется Аганим Но БКБ Все равно Очень нужно Я не знаю Как он без него будет справляться Нужно значит Аккуратнее играть Как-то зониться Чтобы тебя не смогли Зафокусить Вопрос Получится Не так сделать Так Рошан У нас через секунду Может появиться Нет Выпадает тайминг На полторы минуты Пока что Его еще Не заберут Шторм летает Ятора Хорошо Вортекс по двоим Правда Бара Зафокусил Таска Снайпер Еще Больше Половин хп Отжирается Неужели Да Третья смерть Подряд И у нас 50 секунд Снова в таверне Делает Даблкил Снайпер У них уже 5000 преимущества Ничего себе Посмотрите Как же сильно Какой же Сильный провал Здесь по голде Для Рейдент И пока Непонятно Даже Что в этой ситуации Им делать Давайте посмотрим Закуп фуриона Но пока у нас Ларри в таверне Кристаллис БКБ Есть Глипнер И делает Нулифайр У него 4300 Уже в запасе Закуп МК Кстати Сет у него Не появился Но Такой у нас Монки Кинг Забавный Так Вообще По предметам У Ятора Линка Есть Пика Shadowblade И Мелошторм Вместе с Момом Пока Что он Ничего Он Не добавил Фастбай Думает Что бы Пить Смотрит По ситуации Может быть Какой-нибудь Хекс Имеет Смысл Собрать Ну Гадать Не будем Посмотрим К чему Он Придет 27 Минута Появляются Нейтралки Третьего Разряда Надо их Повыбивать Так У нас В миду Дарксир Но это Небольшой Байс Здесь еще Таск Есть А может Быть Не только Он Ну Нет Дарксир Разобрали Помешать Особо Не смогли Зря Он Подставился Много Денег Дал Команде Шторм Надеюсь Не будет Четвертого Фида Это Очень Не кстати Пока что Живет 700 ХП Есть Минус Эмбер Убегает От Снайпера Ну и пока Минус Три Сделали 800 Голды Нет Это только За один Фраг 800 Голды Только За Дарксир И еще 1100 За остальные Ну 2000 Немного От Камбэкали Преимущество Дайр Становится Всего 2000 Уже Не так Страшно Нападают На Фреона Шторм Фокусит Снайпера Но Недолго У него Получилось Это сделать Он Испугался Что Сейчас Также И его Заберут Как Фреона И улетел Правда Недалеко Тут его Поймать Могут Вбивает В робу Берет Вместо Бомбрейса Себя И Далее Видим Что Кай У него Фастбай Покупает Ну И появляется У него Кай Энсэнш Тем Временем Второй Егис Для Снайпера Напишите В комментариях Было бы вам Интересно Посмотреть Игром От Ятора Соответственно За Снайпера Может быть Записать Со стороны Тьмы Как Эта игра Выглядела Но Только Если Вам Будет Интересно У Нас Уже Тем Временем Тридцатая Минута Счет 24 31 Нельзя Сказать Что Равны Определенно 7000 Дайр Ведут Золото Прыгает Туда Сюда Только Было 2000 Уже 7 Сбивают Линку Снайперу Ну и Как только Сбивают Он сразу На Форстафе А вернее На Пике Убегает В туман Войны К тому Уже Не достать Хотел Сбить Палкой Телепорт Получилось Шторм Нашел Дарксира А добьет Ли он Его Проблемы У него Есть Но Здесь Три героя А вот МК Мне кажется Не выживет Нет У него Был Смоук Он Спас Ему Жизнь Благодаря Смоку Он Выжил Шторм Следующим Артом Хочет Собрать Себе Шард Практически Нафармил Уже И Как только У него Становится Минимальное Количество Маны Делает Паут Сразу Же Себе Регенит И Возвращается В Игру Дайер Сосредоточились В лесу Радиант Фурен Пока В таверне Стоит Отдать Должность Ятора В том Что Он Очень Грамотно Здесь Держится И вообще Не подставляется Под шторма Под которого Очень легко Подставиться И кстати Это именно Тот момент Когда он Сейчас Зашел Слишком Далеко И Отдает Айегис Вопрос Потом Он Сможет Ли Убежать Да Его Дарксир Ускорил Он Выбежал Настреливает Дистанционно По Фуриону Вортекс По Четверым Минус 2 Общей Сложенности Минус 4 И Ятора Тоже Погибает Второй Раз Вортекс На самом деле Просто Идеально Вы сейчас Увидели 4.5 Тыщи Заработали И Это Было Просто Потрясающе Мне кажется Что этот Вортекс Сейчас Просто Перевернул Игру Ну и Во многом Еще Ошибка Самого Ятора Он Потерял Айегис От Т4 Когда Еще Т3 Стоит Ну Как бы Не Стоило Заходить Настолько Далеко Почувствовал Как будто Быть Безнаказанность В этой Игре Ну и Видим Что Сразу Уже Сказать Был Наказан За Слишком Наглое Исполнение На Двадцатом Берет Правый Талант Плюс 0.4 Секунды Действия Электрик Вортекс Голда Вышла В ноль Ну Талант Тысяча Остается Еще Но И то Ненадолго Уже Меньше Тысячи Счет Тридцать 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 Так Таск Прыгает Контрольный Шторман Ну и Очередная Ошибка Уже Третий Раз Его Так Фокусят И За Время Стана Просто Забирают Посмотрите Сколько же Насыпало В частности Эмберу Очень Хороший Фраг Тысяча Стом За Один Они Получили Ларри Сам Виноват Вся Команда У него Была Возле Базы Он Стоит И Фармин Двойку Когда Там Нет Никакого Вижена Мы Пока Посмотрим За Фурой Появился Нули Файер У него Есть Сильвер Эйдж И Дальше Кирасу Он Хочет Собрать Вмк Появляется Второй Глипнер В игре Ну и Наконец-то Шторм Уже Дошел До того Чтобы Купить БКБ 3800 БКБ Фастбай Надеюсь Не передумает Мне кажется Что именно После Приобретения БКБ Он сможет Уже Не умирать В каждом Файте Так Есть Хорошо Не в смоках Фреон Можно сказать На себя Байтит Но Вероятность Что на него Выйдет Кто-нибудь Выйдет Крайне Небольшая Ятора Был Замечен В миду Рошан Еще Не скоро Полтора минуты Только до Второго Тайминга Тайминга Дайр Теперь Сами В смоках Мне кажется Где-то В лесу Находятся Одновременно Использовали Сканы И Дайр И Радиант Вот Первая Цель Шторм Моментально Его Испепеляют Если Был Шторм Мне кажется Что Было бы Все то же Самое Как будто Даже БКБ Не успел Поражать Не знаю Хватило Хватило Были Урона Шторм Все-таки Поплотнее Нет Одинаково Абсолютно 2500 И 2600 ХП Ну и После БКБ Видим Хекс В Фастбай Хватило Эймер забрал Монки Кинга Отправил в таберну А Сфокусировался он на энчандрес Но в это время появился Ятора, который сразу же Начал настеливать, но у него сейчас Могут быть проблемы Мало кто остается И да, добивают 100 секунд, у него байбека даже нет Ладно, пока байбек еще не так нужен Но все-таки Т2 стоят Рано об этом думать Минус 3, опять же вортекс По троим, замечательно, правда он Погибает, но все же Сделали минус 5 Минус 5 потеряли четверых Гем валяется, фреон летит Сразу ломает Т2 Крайне стремительно Молодец Определенно Файт очень выгодный для Рейдин 3 800 против 800 3000 профит Но все равно полностью Они еще не отыгрались У Дайра преимущество на протяжении всей игры Практически, но здесь единственный момент был Минут 5 Фреон летит на Рошана Сколько же у него урона? Ну это Фреон Керри Здесь ничего удивительного Прилетает Кераса Надо будет Мидас Наверное выкладывать Убирать Аегис А, здесь еще Сыр И еще Аганим Вообще прекрасно Ну как раз у него нету Аганима Можно использовать и себе Тормата уже есть Убирают Берет Сыр 9-ти слотовый у нас Фреон Хорошо Тем временем Ларри возрождается И эта игра становится Еще интереснее Потому что Преимущество Перешло на сторону Рейдин 2000 На 40-й минуте Это абсолютно ничего По вышкам Примерно ситуация Одинаковая У Рейдин Просто голая база У Дайр Еще 2 Т2 Стоят Но в целом Все очень Похоже Здесь волшебство Перекладываю В боттл Оставляю Для файта Это очень Правильно У нас Т4 артефакта Падают Вернее Т4 4-го Разряда И берет себе Эту шмотку Два уровня До 25-го Остается Очень Сильно Он его Бафнет Поэтому Можно Мне кажется И книжку Купить Вот как раз Она Есть Ее еще Никто не взял Так Есть Влетел В лангиотор Но он успел Прожать БКБ Шторм Также Под БКБ Забрали Таска Забрали Дарксира Но потеряли МК И Бару 2 в 2 1100 и 800 У Радиант И Дайр Отлично Влетел В Эмбера Рядом был Шторм Рядом Был Фурион Вместе Они Достаточно Урона Внесли Которая Сейчас Тоже Кажется Не получится Здесь Выжить Да Это Дебл Килл Для Семана Вновь Они Все Без Баев Хорошо Это Как Минимум Т2 В Меду Попадет Очень Пападает Я думаю Что На этом Не остановится Надо Дойти Дальше Определенно У него Еще Не забываем Айегис Хотел Наверх Отдеф Но Здесь Зато Пачка Пеньков А вот И он Дайр Потратили Глиф Упала Вышка Ну и Бараки Тоже Скорее Всего Добьет Да Их Уже Не получится Засейвить Да Это Минус Торона Шторма Появился 25 Уринь Взял 2 Скок Атаки С Пассивки Оверлорд Которая Становится Теперь Уже Не такой Пассивной Торона Так, прыгают на шторма Он здесь Один Но на помощь приходит Фурион Бара Хорошая палка Опять же, по двоим Два байбека Дарксир и Таск Котором Пробивают его Трипл килл для темада Для Фуриона Влетает в Таск Надо добить Мало хп Добивает Тем временем тут у нас ультра килл Возможно Будет рембидж Выбили Айгис Из Фуриона Вортекс есть Надо эмбера зацепить На него разгон Берет Баратрум Прилетел на ульте И Мана для Вортекса Закончилась Тем не менее Его все равно подловили На Римнанте И здесь произошло Очень много фрагов Также Три байбека У Дайр И один бай У Баратрума В команде Рейзи Хорошо Еще и Дарксира Забрали Две минуты Его в этой игре Не будет Хотелось бы Итоги боя Посмотреть сейчас Здесь их Подгрузят 5800 Для Рейзи И минус 1300 У Дайр У них единственная Энчандрас Остается в игре Остальные все В таверне Без возможности Выкупа Ну и это конечно же ГГ Под ДДшкой С пиньками Трон падает Очень быстро Это был у нас Фурион Вернее Фурион тоже был Но смотрели мы За Штормспиритом Играл Игрок Лари Всем спасибо Всем пока